приветствую вас дорогие друзья я очень рада что вы смотрите сегодня это видео потому что сегодня мы поговорим о красоте о причинах красоты человека вы не увидите сегодня таких качеств не услышите как 90 60 90 или высокий голубоглазый блондин чтобы сразу присмотреть сравнить и примериться действительно вы подходите под этот эталон или идеал или нет как говорил достоевский красотой спасется мир или например чехов что в человеке все должно быть прекрасно и душа и лицо и тело и много 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 чего но замечали ли вы что очень красивые люди зачастую одиноки как мужчины такие женщины красота она вдохновляет с чем это может быть связано если говорить об искусстве и этих картинок которые вдохновляют и придают сил то это сразу могу сказать однополные эмоции художника его энергии то есть он рисовал осознанно в моменте здесь и сейчас а что же говорить о людях в чем заключается их секрет удач или неудач сегодня мы поговорим об истинных причинах красоты человека и так качество первое харизма кто-то может справедливо заметить что харизма это врожденное качество и в некотором смысле я с вами соглашусь потому что действительно некоторые люди генетически предрасположены быть более харизматичной личностью чем другие но если это не про вас не отчаивайтесь харизма это качество которое можно и нужно развивать тем более об этом кричит своими многочисленными примерами голливуд у вас все получится если уполны терпения настойчивости и решимость за время я разделяю это качество на три составляющих какие они гармоничная внешность хорошая энергетика и конечно же умение вести себя гармоничная внешность здесь все просто как вы должны разобраться со своим цветотипом геометрии за его тело подобрать себе гардероб соответственно вашей личности настроению или событию на котором нужно присутствовать на самом деле это все несложно достаточно осознанного внимания и терпения небольшого труда чтобы прийти успеху и у вас непременно ждет гораздо сложнее со следующим качеством это хороший уровень энергии человека возможно вы уже замечали что находясь в обществе некоторых людей вам приятно быть в их обществе вы чувствуете такое сладковатое состояние радости когда вы находитесь рядом с ними как будто бы ваш уровень энергетики немного подрастает подпитываетесь как батарейка от таких людей вы тоже можете стать таким ресурсом человеком от которого излучается энергия но если вы чувствуете что вы не относитесь к такой категории людей вы истощены вы часто устаете вам много чего не хочется нет желания вам нужно разобраться с причинами куда уходит ваша энергия а потом уже накапливать наращивать и циркулировать вообще все что угодно делать то есть приводить к себя вот к такому высокому уровню энергии который вы хотите основные причины потери энергии это неправильное питание плохая еда малоподвижный образ жизни много долгов много затянувшихся или невыполненных обещаний обязательств как себе так и другим людям которые так вот висят гирьками и уходит туда энергия на вот эти вот нереализованные желания и обязательства плохое здоровье разберитесь со своими давними болячками плохой сон спать нужно женщинам 8 часов мужчинам 6 женщинам еще два часа на красоту и ложиться спать лучше по солнцу это с 10 часов вечера и до 5 часов утра вообще оптимальное время для сна попробуйте хотя бы неделю видите разницу какая-то большая проблема беда который у вас сейчас есть может быть это развод или потеря увольнения с работы крах в бизнесе что угодно не знаю пожар в доме вот это очень много отнимает энергии то есть но чаще всего это так вот кратковременно потом быстро восстановитесь осознанно понимаете что нужно восстанавливаться не умение планировать и управлять своим временем на это тоже уходит много энергии как говорится гораздо труднее ничего не делать чем быть увлеченным своим делом и переделать много чего за один день полезного отсутствие большой цели может показаться странно те кто в теме уже знают что если у вас большая цель вы его поставили распланировали на год на пять лет на шесть месяцев то из вселенной приходит поток энергии соответственно этой цели если она большая то естественно большой потоп потому что большая ответственность и много чего нужно сделать а если вы еще начинаете делать получать результаты того что вы сделали вы радуетесь приходит еще больше и больше энергии происходит такой происходит такая вот циркуляция, взаимообмен. Если у вас нет цели, то неудивительно, что у вас низкий уровень энергетики. Ощущение нереализованности. Вы ещё не нашли своё призвание, вы чувствуете, что жизнь проходит в пустую и ни к чему это всё не приводит. Но, поверьте, призвание есть у каждого. Есть только маленький нюанс. Если выполняли разные техники, упражнения по призванию, и это не работает, к некоторым людям приходит призвание немного позже. Но, чтобы всё-таки найти его, вы должны пробовать и делать много-много чего. Под видео есть ссылка. Если вам интересна эта тема, пожалуйста, заходите, смотрите. Ну, о призвании в другом видео подписывайтесь на мой канал, и вы обязательно получите. Если вам интересна эта тема, пишите в комментариях, буду отвечать на вопросы. Особенно по поводу вот этих вот причин, из-за чего уходит энергия. Если кто-то может сказать, что у вас низкий уровень энергетики из-за возраста, вам так много лет, это всё ерунда и попытки отмазаться. Я вам хочу сказать, что, конечно, в молодости высокий уровень энергетики даётся нам даром. От слова «да». Но это не значит, что в возрасте постарше этот уровень энергетики должен быть таким вот истощённым, на нуле. Если вы разобрались с причинами, которые я говорила раньше, и у вас есть большая цель, и вы идёте к ней, то у вас уже априори должно быть ресурсное, хорошее энергетическое состояние в любом возрасте. Итак, следующее — это умение вести себя. Очень важное качество. И здесь важны знания правил этикета, поведение в обществе. Если кто-то может посчитать грубость или привольность, это что-то типа крутого характера, я вам скажу — нет. Это неумение вести себя, необразованность, невоспитанность и неуважение к другим людям. То есть если человек хам, это не значит, что это уверенный в себе человек. Этому человеку, кстати, наверное, не хватает просто какой-то любви к нему или к ней. Следующее качество, которое я отношу к качествам красоты — это умение быть Личностью. Если вы удивитесь, то это довольно редкое качество. Человек, который можно назвать Личностью, а уж тем более состоявший Личностью, уже имеет свою большую цель или как минимум активно ищет, пробует себя в разных направлениях до тех пор, пока не найдёт эту большую цель, чтобы идти к ней. Потому что всё остальное уже неинтересно. Следствие такого вы уже знаете. Человека Личности всегда есть свои вкусы, своё мнение. С этим человеком всегда интересно проводить время и развитое чувство юмора, кстати. У человека Личности тоже есть чаще всего. Какой человек не болен завистью или злословиями, что являются вообще страшнейшими пороками для всего-всего человечества, из-за чего происходит очень много проблем, как следствие отток энергии и много-много всего. Мы об этом не в этом видео. Потому что Личности, человеку Личности, ему не интересно или ей тратить своё время и энергию на кого-либо, на перемывание чьих-либо плохих качеств. Разно и интереснее вложить своё время и энергию в развитие себя, отдых, в том, что интересно, какие-то хобби. Поэтому с большим умением и теплотой я ставлю плюсик людям с развитым чувством эгоизма, чем сердобольным, всезнайкам, все помогают. Из категории «наношу добро и причиняю пользу». Очень важное качество красоты — это никогда не сравнивать себя с другими людьми. И вот человек, который является Личностью, никогда этого делать не будет, не будет примерять на себя чужой образ, потому что не бывает самого-самого красивого, самого-самого сильного, самого-самого умного. Всегда есть кто-то умнее, кто-то красивее, но вы — это совокупность каких-то качеств. Вы — это вы, почему-то вы очень важны и особенны, дороги для какой-то группы людей. При сравнении себя с другими, если бы вы только знали, какой урон наносите своей Личности и как много ценной психической энергии уходит на эту ерунду, когда вы могли бы её направить на ресурсные для вас занятия, реализацию ваших жизненных целей. Следующее качество красоты — это любовь к людям. И как следствие, большая коммуникативность и социальная активность в обществе, вы будете красивы и привлекательны для человека, который вы просто так любите, безусловно, и по-настоящему. Я не говорю о каких-то отношениях, о чём-либо. Вот вы едете, например, или идёте по улице, и почувствуете любовь к людям, которые вокруг вас. Просто так, без причины. Я думаю, что американские учёные уже провели такие исследования, что когда вы чувствуете любовь к людям, люди это тоже чувствуют на уровне энергии, эмоций и уже относятся к вам по-другому, как-то более открыто, приветливо. Это тоже какой-то один из секретов успеха, общения с людьми. Развивайте духовные качества. Это очень важно, потому что духовные качества, такие как справедливость, честность, аккуратность, доброжелательность, стремление к совершенству, ещё более 300 качеств есть. Всё это — свойства души. Конечно, для того, чтобы быть красивыми и привлекательными для других людей, может быть достаточно первых двух качеств, таких как харизма и умение быть Личностью. Но я думаю, что вы относитесь к категории людей, которых вы можете стать самым лучшим вариантом себя. Поэтому развивайте все четыре качества. Если у вас есть вопросы, а может быть дополнения, то пишите, пожалуйста, в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада видеть вас, услышать, тех, кто смотрит это видео. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю вам отличного настроения, радости в сердце. Пока-пока! Аминь. Аминь. Аминь.